Привет, друзья! Меня зовут Виктория, я автор данного канала, и в этом видео я хочу рассказать вам про свой микрофон, который я использую обычно в работе, когда работаю за кадром, ну то есть, когда пишу свои уроки или когда озвучиваю какое-то видео. Собственно, почему возникла идея записать данное видео? Ну, причина проста. Во-первых, вы очень часто в комментариях под видео пишите мне хорошие слова, комплименты, что у меня хороший качественный звук, и он вам нравится. И также вы задаете мне периодически вопросы о том, что за микрофон я использую в своей работе. Ну вот, собственно, чтобы закрыть ваши вопросы, я решила записать данное видео. Итак, в своей работе я использую микрофон Samson Meteor Mic. Я им пользуюсь уже, наверное, более 4-5 лет, точно вам не скажу, но за все это время у меня ни разу не возникло к нему претензий, у меня нет на него нареканий, и я очень довольна этим микрофоном. Вообще, это довольно распространенная моделька, это нельзя сказать, что прям профессиональная линейка микрофонов, но на самом деле он очень хорошего качества, и вообще у него прекрасное соотношение цена-качество. То есть, за ту цену, за которую вы можете его купить, на том же Алиэкспресс, как в свое время сделала я, вы получаете довольно хороший, качественный, рабочий микрофон. К слову, сейчас я пишу видео на петличный микрофон Boya BY-M1, тоже довольно распространенный петличный микрофон, и вот такие петличные микрофоны очень удобно использовать, когда вы пишете подобные вот живые видео с человеком в кадре, когда этот человек что-то говорит, потому что он маленький и практически незаметный. Собственно говоря, сейчас я почему озвучила информацию, у меня не столько сейчас стоит цель рассказать вам про Boya BY-M1, хотя у меня есть отдельное видео на канале, где я рассказывала об этом микрофоне, и не столько даже, наверное, о самом микрофоне, сколько о том, как этот петличный микрофон, да и в принципе, наверное, любой петличный микрофон, заставить взаимодействовать с вашим смартфоном, если вы пишете видео на смартфон. Потому что я в свое время столкнулась с проблемой, я приобрела этот микрофон, подключила его к смартфону, а диктофон у меня, запись вообще этот микрофон воспринимает, пишет, а вот видеокамера отказывалась воспринимать звук с этого внешнего микрофона. В общем, с этой проблемкой мне пришлось поковыряться, я ее решила, и чуть позже записала видео о том, как я справилась с этой проблемой, потому что эта проблема, насколько я поняла, довольно распространенная. Поэтому, если у вас есть такая проблема, вы снимаете видео на смартфон, и хотите писать звук на внешний микрофон петличный, а камера и смартфон не воспринимают, то посмотрите это видео, очень вам его рекомендую. Сейчас я вдоволь наговорилась в свой петличный микрофон, я дала вам также возможность послушать его в работе, и сейчас я перейду в закадровую уже озвучку, там я буду говорить как раз-таки в Samsung Meteor Mic, я немножко вам об этом микрофоне расскажу, и вы сможете оценить также качество звука, который выдает данный микрофон. Ну все, не буду затягивать это видео, поехали к знакомству с моим верным другом и надежным помощником, микрофоном Samsung Meteor Mic. Итак, сам микрофон находится вот в такой коробочке, а также в этой коробке вместе с микрофоном мы найдем с вами USB-шнур для прямого подключения микрофона к компьютеру или ноутбуку, и вот такой милый мешочек для переноски микрофоном. Правда, следует отметить, что он из такой ткани, которая цепляет на себя все, что не попадет, поэтому протирать вы будете его довольно часто. Но у этого мешочка есть свои преимущества, и, наверное, позже я расскажу вам маленький лайфхак, связанный с этим мешочком, который открыла я для себя, кстати, совершенно неожиданно. Так, ну а теперь несколько слов о самом микрофоне. Помимо интересного и довольно нетривиального дизайна, название Meteor говорит само за себя, данный микрофон очень удобен в работе. Положительная сторона этого микрофона следующая. Во-первых, это USB-микрофон, а это значит, что при работе с ним нам не понадобятся сторонние звуковые преобразователи, такие как звуковые карты или же микшерные пульты, которые, кстати говоря, стоят довольно недешево, потому что в USB-микрофоны уже встроен специальный звуковой преобразователь, который все поступающие звуковые сигналы оцифровывает внутри самого микрофона и уже готовый оцифрованный звук подает через USB-кабель на наш компьютер. Также этот микрофон не требует установки дополнительных драйверов. Он работает по системе Plug&Play, то есть нам достаточно достать его, подключить к компьютеру и все, можно производить запись. Meteor Mike имеет разъем для подключения наушников, для прямого мониторинга при записи голоса, что очень удобно, а также колесико регулировки звука в наушниках. Сам Самсон Meteor оснащен кнопкой мьютирования звука, а также данный микрофон имеет три складные ножки, которые вы можете установить на столе в любом удобном для вас положении. Сами же ножки оснащены вот такими прорезиненными подкладками, которые не позволяют ему сдвинуться при любом легком прикосновении, ну а сам микрофон не будет ловить при записи посторонние шумы. Следует также отметить, что Meteor Mike оснащен резьбой, позволяющей прикрутить данный микрофон к микрофонной стойке, ну или к дополнительной настольной стоечке. Так, мне, например, в свое время показалось высоты самого микрофона мало, я люблю, чтобы микрофон находился на уровне моего рта, а не где-то рядом со мной, и я приобрела себе совершенно недорогую вот такую вот стоечку, на которую мой метеорчик сел идеально, после чего работать мне с ним стало гораздо удобнее. Хочу сказать, что сам Сон Метеор Майк отлично подходит для озвучивания видеороликов и записей подкастов, но некоторые ребята даже умудряются писать на него рэп и вокал. Примеры тому вы можете найти в том же ютубе. Вообще, ребят, если грамотно подойти к записи, то есть более-менее зазвукоизолировать помещение, правильно установить уровень громкости при записи, натренировать дикцию и так далее, ну и при дополнительной небольшой постобработке записи можно на выходе получить очень и очень даже хороший результат. И также не забывайте, пожалуйста, об обязательном атрибуте для качественной записи голоса на компьютер, поп-фильтри для микрофона. Это очень важная составляющая. Я в свое время этот микрофон покупала на Алиэкспресс. Там он мне обошелся в покупке дешевле и по качеству он меня абсолютно устраивает, как вы, думаю, уже поняли. Если вам интересно, то ссылку на данный микрофон, именно на Алиэкспресс, я оставлю вам в описании. Ну а если вы спросите меня, рекомендую ли я данный микрофон к покупке, то я с уверенностью вам отвечу «Да, рекомендую». Да, друзья, и еще один важный нюанс, о котором я хочу с вами отдельно поговорить, это поп-фильтр для микрофона. Поп-фильтр – это вообще очень важный элемент, который обязательно нужно использовать при записи голоса в микрофон. Собственно, что такое поп-фильтр и зачем он так нам нужен? Поп-фильтр – это такая вот специальная штука, обычно круглая, с сеточкой, которая сглаживает вот эти вот выстреливающие резкие звуки, неприятные очень уху, как «Б» и «П». Собственно, что далеко ходить, давайте послушаем, как это звучит. Итак, «После», «Потом», «Примерно», «Правда», «Будучи», «Направо», «Прямо», «В лоб», «Убранство». Ну, разница очень ощутима, согласитесь. Поэтому нам и нужен, собственно, поп-фильтр. Иногда его также называют «ветрозащита». Поп-фильтры для микрофонов бывают разные. Как правило, они круглые и устанавливаются перед микрофоном. Но также они могут быть совершенно других форм и вариаций. Собственно, самое главное, чтобы они просто выполняли свою функцию. Итак, говоря о поп-фильтрах, я сейчас вам немножечко расскажу про свой опыт. И вы сами примите решение, как вам поступить в отношении поп-фильтра. Вообще, варианта есть два. Вы можете его, а, сделать своими руками. И видео или статей в интернете вы можете найти по этому поводу довольно много. Либо вы можете просто приобрести этот поп-фильтр где-то в музыкальном магазине или же на том же Алиэкспресс. Изначально я сделала себе поп-фильтр, когда я еще не приобрела его себе, соответственно. Это было довольно давно, тоже лет 5 назад, не меньше. Делается он очень просто. Вы можете посмотреть видео в том же ютубе. Я думаю, что вы их найдете немало. Но здесь, в принципе, все очень просто. Вы покупаете пяльца. Но единственное, ребят, купите пяльца как можно меньшего диаметра. Потому что, когда у вас большой диаметр, с чем столкнулась я в свое время, хотя это был минимальный размер пялец на тот момент, когда я пришла их покупать. Это будет неудобно в работе. Но, собственно, вернусь к разговору о том, как сделать поп-фильтр при помощи пялец. Вы покупаете пяльца, берете капруновые колготки, ну, желательно черные, потому что это как-то эстетичнее смотрится. И вот ту часть, которая надевается на попу, просто растягиваете довольно умеренно и зажимаете в пяльцах. Потом просто обрезаете все торчащие края, придумываете крепления и каким-то образом крепите все это дело к микрофону. Или к стойке микрофонной. Это один вариант. Я в свое время именно такой вариант и использовала. Но у меня была незадача, как я уже говорила. Я купила пяльца довольно большого размера. И это было крайне неудобно в работе для меня, потому что, ну, если вы просто от себя что-то озвучиваете, говорите в микрофон, это одно дело. А если вы читаете с экрана монитора или с листа распечатанный текст, это очень неудобно в моем случае, как было, потому что эти пяльцы закрывали прям очень большой обзор и перед глазами где-то так находились. Но было крайне неудобно, поэтому от этого варианта я в итоге отказалась. Далее я придумала вот такой вариант. Вот он. Этот поп-фильтр, он до сих пор у меня. Кстати, круглый даже не помню, куда дело. Я его соорудила сама, придумала как бы эту вот модельку, как мне ее сделать и как мне закрепить к микрофону. В общем, суть в следующем. Я просто взяла проволоку. Это просто какая-то тонкая, но очень такая плотная, хорошая проволока, крепкая. Я из нее соорудила вот такой вот каркас, натянула капроновый носок, как вы видите, и этот носок закрепила. Зачем мне вот этот вот хвостик, спросите вы, я вам объясню. Дело в том, что у меня микрофон вот крепится на вот такую вот стоечку, как я уже вам показывала в видео, а внутри вот эта вот трубка, она просто полая, пустая. И я решила таким образом крепить данный поп-фильтр к микрофону, просто вставляя вот этот вот хвост внутрь трубки. И он прекрасно фиксируется и замечательно функционирует. Вот, это один из вариантов. Тоже, кстати, как вариант, можете перенять мой опыт. Ну, а позже я просто купила на Алиэкспресс. На Алиэкспресс, кстати, вы можете купить как круглые поп-фильтры. Я думаю, что они стоят где-то недорого, все эти поп-фильтры, в районе от 4 до 10 долларов, ну, деньги небольшие, согласитесь. И мороки нету, кроме, конечно, ожидания. Вот, потом я купила на Алиэкспресс, нашла вот такой вот поп-фильтр. Я так понимаю, что это просто подделка под чью-то торговую марку. Но не в сути, в нашем случае главное, чтобы этот поп-фильтр качественно выполнял свою работу. И он со своей работой прекрасно справляется. В общем, суть в следующем. Он просто крепится к микрофону, сзади зажимается вот этим вот резинкой. Вот. И все. Как вы видите, он довольно маленького размера. И, в принципе, довольно удобен в транспортировке в той же. Вот. Это то, о чем я хотела вам сказать. Так что можете купить такой же поп-фильтр. Если я найду его на Алиэкспресс, то я тоже поделюсь с вами ссылкой, чтобы вы далеко не искали. Ну, или можете сами поискать, в принципе. Вопросов нет. Довольно удобная штука. Единственное, что он просто закрывает... Он здесь вот высоковат по размеру для моего микрофона. И он закрывает вот эту вот кнопку мьютирования. Но, в принципе, для меня это не является большой проблемой. И поэтому меня этот вариант вполне устраивает. К тому же стоит такой поп-фильтр довольно недорого. И еще один маленький нюанс. Лайфхак, ребят, я вам расскажу. Это вот, когда я вам обещала рассказать про секрет мешочка данного микрофона. Если у вас такой же микрофон, как у меня, Samson Meteor Mic, или вы решите приобрести себе такой микрофон, то просто можете иметь в виду... Но это не совсем правильный вариант. Но на всякий случай я просто вам расскажу, если вы тоже окажетесь в такой ситуации, как когда-то оказалась я. В общем, однажды я просто была в отъезде. Я взяла с собой микрофон. И я знала, что мне понадобится он в работе. Но я забыла свой поп-фильтр. И когда мне надо было работать, я просто поняла с ужасом, что я забыла поп-фильтр. А вот это вот кочевряжиться и пытаться максимально нивелировать при произношении вот эти вот стреляющие звуки мне совсем не хотелось, потому что это, ну, сами понимаете, это надо себя очень жестко контролировать. Вот. И потом я посмотрела на этот мешочек, такой бархатистый, плотный. И я подумала, а что если мне попробовать просто надеть мешочек на... Sorry. Что если мне просто надеть мешочек на мой микрофон вот таким образом и попробовать сделать запись? Соответственно, я попробовала это все осуществить. И что вы думаете? В итоге я услышала довольно хорошего качества запись и не было вот этих вот неприятных стреляющих B и P. Если вы запишите видео с такими неприятными выстреливающими согласными, то вы просто потом на этапе постобработки никаким образом не сможете их убрать. И вам просто придется потом переписывать видео, ну, или голос заново. Вот такая вот неприятная штука. Ну вот, ребята, все, чем я хотела с вами поделиться сегодня в этом видео. Я надеюсь, что оно было вам полезным. Я надеюсь, что смогла вам рассказать про свой микрофон. Вы сделали какие-то выводы. Ну, а о своих выводах напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Мне будет интересно их почитать. Все, на этом буду заканчивать. Была рада встрече с вами в данном видео. И буду рада встрече с вами в дальнейших своих видео. Успехов вам в творчестве и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok